Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 м морковку полукольцами ну в общем вот такими кусочками толщина примерно сантиметр вот небольшие полукольцами с вертушками в общем вот так ну вот большую луковицу взяла вот так примерно такими кусками нарезаете ну вот крупненькими кубиками чтобы вот так получалось морковка уже нарезана мяско обжаривать сейчас будем делать лук забрасывать сначала потом морковку так мясо у нас жарится уже 10 минут так пошел вот сюда мешаем прожариваем с луком у красота такая теперь отправляем сюда морковку сейчас немножко прожарим с морковкой а потом уже долью водички водички буду наливать столько чтобы покрывала все мясо с овощами специи сначала добавлю потом водички какой же он красивый картофель и шашлык это малявка картошечку сережа всегда так до конца не нарезает кольцами так нарезает посередине в общем что мне надо какие проправе буду сыпать сюда мали-сунели посыпаю немножко чуточку кориандра чуток кориандра дальше обязательно перец черный горошком штучек 8 сколько получится я всегда сыплю ой в одно смотрю а другого отвлекаюсь обязательно гвоздика должна быть в плов одной рукой неудобно вообще все заняты своими диванами штучек 5 тоже 6 а блин она придает аромат мясо с гвоздикой с печиком горошек вообще бомба обязательно карри и лавровый листик без него никуда он и суп и в борщ и такие блюда вот три листика даже 4 пошло теперь заливаем кипятком обязательно где-то так чтобы покрылась наше все сейчас перемешаю пускай на режиме варить тушить тушить наверно поставлю режим минут двадцать тушится какая красота как красиво перемешала хорошо все ставим режим тушения высыпала рис пропаренный рис но я и вам хочу сказать я готовила с круглым рисом тоже неплохо получился рис был рассыпчатый но желательно для плов брать пропаренный рис в общем выкладываю ну промыла рис там три-четыре раза под холодной водой воду зли и вот так сверху лопаткой то есть не перемешивайте зажаркой просто сверху ровненько разравниваете рис включаете режим варить там хотя бы полчаса там будет дальше видно по готовности так разровняли кипит наше это чудо рис наш доливаем кипяток чтобы рис наш покрывала на палец так что я забыла так это чеснок поставлять в общем это опа сейчас мы ложкой попробуем потопить не получится наверное 5 зубчиков чеснока взяла тон 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 и пускай себе бурлит крышку закрывать не надо потому что рис должен прям выпрыгивать вот так выглядит у нас на данный момент плов сейчас попробую рис в принципе сейчас проверим вот так лопатка раздвигайте смотрите есть вода или нет есть еще вода но что мы делаем дальше наливаем воды кипяток или горячую так дальше выбираем режим 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 томиться в общем поставила на час а там посмотрим ну что час прошел смотрим на наш плов ухты какой он так сейчас помешаем водички надеюсь нет уже о там чуть-чуть на дне это нормально лопатка деревянная красота и видно что рис сварился конечно столько готовить вообще плов готовится два два с половиной часа вот так вот какой он рассыпчатый с круглым рисом когда я варила конечно не такой получается немножко слипнутый такой а пропаренный вот как раз для плов нужно пропаренный класс мне кажется немножко морковки маловато ничего пойдет мы как раз так любим нормально так что пользуйтесь таким рецептом кто готовит мультиварки любит готовить вот у нас есть газовая плита в деревне но она надо баллон заправлять вот это это электрики мультиварка и еще можно готовить на печке но на печке я не хочу я люблю в мультиварке мультиварки в овощах во всем что мы здесь готовим много много всего полезного остается вот сохраняется все вина витамины так что пользуйтесь рецептом спасибо за просмотр всем приятного аппетита и пока пока